В первых числах ноября хореографический ансамбль «Видновчаночка» и детская студия «Мозаика» вернулись с фестиваля из Минска. Поездка в Беларуси удалась, ведь ребята не только приехали с победой, но и хорошо провели время. У нас было очень много экскурсий, мы сами, в принципе, ходили по замечательному городу Минску, смотрели архитектуру, знакомились, в общем, с городом, с его историей, нам все очень понравилось, и мы были рады еще раз съездить так. Перед выступлением на фестивале в Беларуси ребята волновались, но как только вышли на сцену, дружелюбный зал принял их овациями, вся напряженная атмосфера сразу развеялась, и они получили только положительные эмоции. Удивление, жюри постоянно нам улыбалось, зрители аплодировали, ну, на мой взгляд, очень тепло, воспринял наш зал. На фестивале в Беларуси принимало участие большое количество коллективов из разных стран, но, несмотря на серьезную конкуренцию, жюри высоко оценило выступление ансамбля «Видновчаночка» из студии «Мозаика». «Видновчаночка» является постоянным участником городских и районных мероприятий. Более 25 лет ансамбль радует нас своим творчеством. На каких фестивалях он бы ни был, всегда возвращается с новыми наградами. Представлены мы были в трех возрастных категориях, в двух номинациях. Это народно-стилизованный танец и народно-сценический танец, и во всех номинациях мы заняли призовые места. Я думаю, мы взяли умением и правильным, наверное, подбором репертуара, потому что, допустим, у нас ансамбль выставил хоровод, и хороводов ни у кого не было, и костюмом. Мы участвовали и в Италии, и во Франции, принимали участие, в Польше, в России». Максимилиан пришел в ансамбль недавно, и для него поездка в Белоруссию оказалась первой. «Новые эмоции, новые впечатления. Мне действительно очень понравилось. И сам конкурс – это для меня первое, получается, испытание в коллективе, грубо говоря, где мы заняли первые места. Мне, в общем, довольно-таки все понравилось». Подготовка к уже другим предстоящим выступлениям началась. Ведь впереди у ребят много интересных поездок на фестивале. А это значит новые возможности и победы. Анастасия Воронина, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Анастасия Воронина. Анастасия Воронина. Анастасия Воронина. Продолжение следует...